Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу нашему. Хвала. Аллилуйя. Приветствую всех, братья, сёстры, дорогие друзья. Приветствую всех во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа. Нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Аллилуйя. Вот так у меня свечи зажжены. Сегодня славлю вместе с господином субботы, прославляю Бога Святого и приветствую всех вас. Шаббат шалом. Приветствую всех, кто подключился. Да, слава Богу. Шаббат шалом. Шаббат шалом. Аллилуйя. Аллилуйя. Утренняя молитва. Так, всё, вижу. Есть подключение. Приветствую всех из Киева. Кто подключился уже, кто подключается. Приветствую именем Иисуса Христа. Роман пишет. Доброго ранку. Слава Иисусу Христу. На Вите слава Богу Святому. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Роман, приветствую вас. Приветствую всех братьев, сестёр. Во имя Господне. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Сегодняшний день субботний. Продолжаем праздновать. Как написано в Библии, да, что и был вечер, и было утро. День там такой-то. В данном случае седьмой уже день уже, да. И был вечер, да. Вот вчера вечер. Начало было субботы. И настало утро. Да, ещё темно. Ещё, да, не светает, но уже утро. Уже утро. Шесть часов утра по киевскому времени, да. Уже седьмой час пошёл. Так что благоставляю всех вас. И в этом прямом включении из Киева, с нашей киевской архивископией, хочу прославить Бога. Хочу посовершить тоже хлебопреломление вместе с вами. У меня здесь чаша есть. Вот. Она ещё не наполнена, ещё не преисполнена. Вот у меня здесь есть сок приготовленный. Вот. Так что хлеб есть у меня, хала. Так что совершаем вот так вот причастие, хлебопреломление. Вот. И в церкви тоже мы чаще всего соком совершаем причастие, чаще всего. Вот. Но даже если нет сока, у вас просто налейте воды и возьмите хлеба. Порассуждаем. Хотя, если, допустим, даже, там, нет возможности какой-то, допустим, да, даже хлеба и воды, то бесконтактно совершаем причастие Евхаристию. Я так называю, бесконтактно. Это самое удивительное переживание вот в моей жизни, допустим. Вот как раз бесконтактное вот это причастие Евхаристия. Когда, допустим, ну, нет возможности вообще совершить что-то, что-то вкусить. Вот именно само вот это вот просто, как вот в православии, в литургии православной очень красиво. Там возглас есть. Священник поднимает руки пред престолом и восклицает. Горе имеем сердца. И хор поет. Имамы ко Господу. Это один из самых таких вот трогательных моментов. Не знаю, как для кого и священников. Но вот для меня вот один из трогательнейших моментов литургии. И думаю, для многих священников православных это очень трогательный момент. Когда священник, он восклицает, что мы возносим ввысь сердца горе. Это в вышину, ввысь. Но не просто ввысь, не просто, а именно в эту духовную ввысь. Именно в духовную ввысь, в духовную высоту, в это иное измерение. Потому что есть, да, значит, наше измерение, высота, глубина, широта, все. Но есть вот именно его божественное измерение, божественное его. Трехмерный мир, допустим, не может разуметь понять четырехмерный. Или одномерный мир, допустим, не может понять, допустим, трехмерный мир, двухмерный мир. Капица, покойный академик, об этом очень красиво рассказывал тогда еще, при Союзе, в этих программах. Да, аллилуйя, слава тебе, Господь, аллилуйя. Вот, и он там рассказывал пример такой, очень интересный, что, значит, нарисовал на листочке бумаги, да, ну, какой-то взял там, у меня салфетки я здесь, просто листочек бумаги и нарисовал там, значит, человечков, ну, так, простенький, и, не помню, Капица был с кем там, в студии-то. Ну, с кем-то он был, там кто-то был у него гостем. Вот, значит, и он, значит, там, вот показывает, вот, нарисовал человечка, и потом берет карандаш, где мне, а, у меня карандаш есть, здесь карандаш, кстати, вот, точно, вот, опять карандаш. И, салфетку трудно прокалывать, о, проколол, и проколол, вот, значит, бумагу, и говорит, смотрите, для вот этих человечков, вот, представьте, такой мир, мир такой, вот, плоский. Они просто, вот, они не знают вот этой глубины этой, да, я прокалываю, для меня это вот проколол, для меня это вот так вот, я прокалываю, движение такое есть у меня. А, значит, а для них это просто кружок появившийся из ниоткуда, как бы, из ниоткуда. И он так пример приводил, что, ну, и потом рассказывал, что, вот, если, допустим, с иных, иного измерения какое-то действие происходит, он просто объяснял, что, вот, он, как академик, пришел к выводу, что есть иные измерения, да, не только те, которые мы знаем. Потому что многие вещи, они, нами, учеными, мы пытаемся их объяснять, но на самом деле они необъяснимы. Вот, с позиции наших миров, вот, нашего мира, это явление иного измерения. Вот, очень интересные были программы, вот, и, действительно, порой многие вещи слушал я, тогда еще, значит, и, очевидно, но невероятно было, действительно, многие вещи слышать. Вот, и, знаете, друзья, сегодня-то я знаю. И тогда, в 13 лет, я узнал, что есть, действительно, вот эти иные измерения, божественные измерения, божьи измерения. И вот, когда иной божий мир, более реальная реальность, это реальная реальность, я говорю, это хорошая реальность, да, да, реальность, в которой мы живем сейчас, эти измерения прекрасные, этот мир, он прекрасен, да, как в той песне пелось. Как прекрасен этот мир, посмотри, как прекрасен этот мир, потому что он отблеск иных миров, он отблеск божьего мира, божьей любви, божьего сердца. И все то доброе, хорошее, что есть в этом мире, это отблеск его, как творца. Да, конечно, этот мир, он прекрасен, но одновременно и ужасен. Поэтому можно спеть и перефраз, перефразировав. Как ужасен этот мир, посмотри, как ужасен этот мир. Да, и действительно, вот и то, и другое есть, и прекрасен, и ужасен одновременно. Вот, но все прекрасное, доброе, это как раз отголоски того божественного созидания, строительства. А ужасен это отступление от творца, это деградация, это грех, это то, что произвело отпадение от Бога. Вот, смерть, разложение, деградация, разрушение, хотя даже разрушение порой красиво, там, мы порой даже извержение вулкана смотрим и любуемся, хотя это, конечно, не приведи Господь такое переживать. Вот, и, друзья, так вот, значит, что хочу сказать, что божественная реальность, это более реальная реальность, чем вот эта реальная реальность. Это реальная реальность, да, но божественная реальность, еще более реальная реальность. И вот когда, будучи еще традиционным священником, сейчас я литургию редко совершаю, и мы совершаем ее не так длинно, как вот прежде, хотя хочется иногда совершить такую протяженно-двухчасовую литургию. Я думаю, с братьями еще соберемся как раз здесь в Киеве тоже на собор и совершим такую литургию большую. Обычно у нас реформаторская такая, евангельская, православная такая литургия укороченная, минут 10, 15, 20, ну полчаса, допустим, не больше. Вот, а основная часть всегда приоритетом, то есть я имею в виду литургийную часть, а приоритетом всегда это что? Слово Божье, проповедь Слова Божьего, слава Господу. Вот так вот. И что скажу? Что действительно в Божьей реальности, более реальной реальности, все так, как должно быть. Здесь все часто наоборот. Как вот, знаете, как вот какое-то зазеркалье. Знаете, я представляю себе шок ангелов, ну нормальных, порядочных, божьих, приходящих в этот мир, в эту реальность. Я представляю их стресс такой от того, что Божье творение, оно насколько оно извратилось, насколько оно отошло от Творца. Кстати, есть хорошая очень песня. В начале субботнего дня обычно мы поем ее, эту песню. Шалом Алейхем, Малахей Ашар, Малахей Ньом, Бимелех, Малхей Амлахин, Акадош, Баруху. Приходите с миром, ангелы Всевышнего, ангелы-посланники. Приходите с миром, ангелы Всевышнего, ангелы Всевышнего, посланники Всевышнего. Мы приветствуем вас, ангелы Всевышнего, посланники Божьи. Хорошее приветствие поется ангелам. Нет самой молитвы ангелам, как в традиционном православии. К сожалению, вот это почитание ангелов, этот барьер, эту черту переступило православие. Традиционное, к сожалению, я сам жил в этом, я сам был традиционным священником православным, знаю, о чем говорю. Я тоже молился ангелам. Там, все святые ангелы, молите Бога о нас. Там, ангелы-архангелы, молите Бога о нас. Там, святые, допустим, святые архангели Михаили, там, моли Бога о нас. Или Гавриили, там, моли Бога о нас и прочее. Конечно, это очень, действительно, печально, что вот молитва ангелам происходит. Бродский, здравствуйте, увидев вас, я неожиданно для себя поймал конвитивные дезонансы. Компьютеры порой зависают, действительно, значит, наши. Вот, и действительно, порой это очень сложно. Шаббат, я представляю себе, да, вообще-то, православный архиерей, обновленческий, реформаторский, да, празднует, значит, шаббат. Шаббат, наверное, да, для многих, даже моих знакомых порой это очень-очень непонятно. Мне самому, честно говоря, до конца непонятно, что я делаю сейчас, вот, значит, почему я это делаю, до конца непонятно. Просто я доверяю Богу и делаю то, что нахожу справедливым и то, что, если я вас обидел... Не-не-не-не, просто вас обидел... Или кого-то еще, а, ну, может, кто-то обиделся. Хотя, из тех, кто подключается, обычно люди не обидчивые. Значит, это те, чьи религиозные чувства оскорбляются, те, кто обижаются, это, ну, собственно, по сути, это неверующие. Это, по сути, это люди религиозные, там, гоморелигары, как говорится, да, но не человек веры, неверующий. Потому что верующего чувства невозможно обидеть, вообще оскорбить, значит, если человек оскорбляется по религиозным таким мотивам, то это человек религиозный, он неверующий еще. Он, ну, по сути, он не знает Бога еще. Он знает пути к Богу, да, он знает путь, он знает, как бы, он исполняет определенные ритуалы, традиции, там, значит, там, совершает какой-то путь определенный, да, в его понимании справедливый. Есть очень много, ну, хороших, таких, религиозных воззрений в иудаизме, в христианстве, в исламе, вот, там, значит, в разных религиях есть много очень интересного, там, и за 5779 лет наработано человечеством очень много интересного, великого, величественного. Но, по сути, это все, ну, тупики, потому что по-настоящему-то ни иудаизм, ни христианство, ни ислам, ни какая другая религия, она не может человека вот так вот возвысить. Это сам Бог, когда приходит в жизнь человека, порой не благодаря его системе религиозной, его догматике, порой всему вопреки, вот тогда действительно человек, он духовно перерождается в иудаизме. Шамай-старший об этом говорил, школа Шамая, есть школа Гилеля, положенная в основу современного уже иудаизма, еще в средневековье ранее, вот, как бы, сформировалась эта система, вот, значит, а есть школа Шамая, которая, можно предполагать, что, скорее, вероятнее всего, являлась неким таким прототипом христианства, как бы, по крайней мере, дал толчок для развития христианства, тогдашнего, мессианского, значит, христианства, будем так, мессианского иудаизма, тогдашнего, первых веков, школа Шамая. Да и сам Иисус Христос, спаситель наш, да, вот, Иешуа Машиахон, Иешуа, он во многом в своих поступках, в своих изречениях, притчах, он, по сути, не школу Гилеля представлял, а школу Шамая именно. Это очень четко видно, особенно в доктринах, или, как бы, не доктрина, грубое слово такое, пошлое немного слово, оно затасканное очень, ну, в понимании, можно сказать, в понимании перевоплощения, как бы, рождения свыше, нового духовного рождения. Многие христиане порой искренне заблуждаются, что, якобы, Иисус это, как бы, придумал, принес с неба вот такое откровение, значит, дал людям, на самом деле, это в иудаизме такие учения были и до Иисуса, и во времена Иисуса это было, ну, скажу так, поводом для дискуссий, часто подобные учения. То есть, Иисус это не открыл Америку для Израиля, для язычников, да, для неевреев, для гоев, да, Он открыл действительно, скажу так, терра инкогнито, Он открыл действительно доселе неизвестное, хотя, даже в языческом мире, вот, взять, допустим, того же Сократа, взять Апулей, немного чуть-чуть об этом писал, но, именно о духовном перерождении, о необходимости духовного перерождения человека, но в иудаизме, в школе Шамая, как раз именно говорилось о необходимости духовного перевоплощения, как бы, рождения свыше, нового духовного рождения, и когда вопрос стоял, как это происходит практически, да, в теории, это все хорошо, как бы, а как практически, то здесь, вот, был, ну, тупик, до Иисуса, по крайней мере, до Иешуа, потому что ответы были, был ответ, что от встречи с Всевышним Богом это происходит, но, знаете, как это совершается, ну, хотя я это скажу, что до сих пор это тайно, до сих пор это тайно, но Иисус, по крайней мере, Он уяснил некоторые очень важные такие вопросы, Он сказал, что Он есть путь, истинная жизнь, Он заявил, что Он сам является ответом на эти вопросы и многие другие вопросы бытия нашего, и вот о духовном перерождении Он говорил Никодиму, одному из учителей Израиля, Он сказал, что ты один из, да, учителей, раввин, да, но ты, разве ты не слышал об этом, разве ты не знаешь об этом, что, вот, необходимо родиться свыше, вот, и Иисус говорил Ему как раз об этом, да, да, поэтому должно родиться свыше, без этого человек не увидит Царства Божьего, вот, и сегодня мы знаем ответы уже, хотя далеко не на все вопросы, но ответы есть, Новый Завет открывает нам, вот, вопрос, я благодарю вас за столь развернутый ответ, да, вы правы верующие, тверд в своей вере, скажите, пожалуйста, одну вещь, я слышал о том, что вера дается свыше, как награда, что вы об этом думаете? Ой, разные, думаю, ответа у меня нету, честно говоря, мне по-самому кто ответил на этот вопрос, вот, потому что, с одной стороны, да, это и то, что приобретенное, с другой стороны, это и наследственное, с третьей стороны, это и, наверное, самое важное все-таки, свыше приходящее, потому что, еще Чарльз Пельджин, там протестантский, златоустый такой был проповедник в 19 веке в Англии, он говорил, что, что у Бога нет внуков, у Бога есть дети, вот, каждый раз это тайна, происходящее, в Новом Завете говорится, что не отхотение мужа, вот мы читали в эти дни, да, вот, прошлые, вот, трансляции делал я, утренние, позапрошлые, позапрошлые трансляции, как раз, читал вот из первой главы Иоанна, и как раз вот об этом, вот эти слова, но это тайна, до сих пор, это великая тайна, спасибо тебе, Господь, да, первая глава, вот, я прочту несколько стихов только, напомню, вот, кто подключался в эти дни, а кто не подключался, то вот прочту, первая глава Иоанна, для Теана, 12 стих, ну, 13, можно сказать, и 14 даже, с 12 стиха одним словом, читаю, «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса Христа, да, свет истинный, да, Иешуа Машеха, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими, Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, и Слово стало плотью». Вот эти слова, в них, конечно, вот больше тайны, за два тысячелетия эти слова, они так и остались во многом таинственными. Как? Какое хотение? Есть хотение мужа, да, хотение мужчины, благодаря этому хотению мы все родились вообще, благодаря этому пожеланию, я Бога благодарю, что наши отцы, вот мой отец, он возжелал, он захотел, да, было хотение моего папы, он захотел мою маму, да, он захотел ее красоты, он захотел ее, и вот этого хотения рождается чудо, зачатие. Есть фильмы, прекрасные фильмы, вот тоже на ютубе есть, рассказывающие, снятые под электронным микроскопом, многие вещи, где рассказывается как раз вот чудо, зачатие и образование человека, как Библия открывает об этом очень красиво, что во глубине утробы, да, Бог созидает, руки твои создавали меня, спасибо тебе, Господь. Это потрясающая картина, и она в этих фильмах, вот эта тайна бытия нашего, начала нашего бытия Земнагу, она раскрывается в этих фильмах, потрясающе красиво, удивительна вообще тайна этого бытия. Вот, но физически еще ученые на многие вещи уже дали ответы, хотя еще сами признаются, авторы даже этих фильмов, ученые, научные сотрудники, что чем больше отвечаем на эти вопросы бытия, да, тем больше новых возникает, возникает новых и новых вопросов у нас, это замечательно, ведь все-таки, ну, гомо сапиенс, люди разумные, Бог нам дал разум, знаете ли, да, это великая честь, хотя, к сожалению, большинство людей не желает этим разумом воспользоваться, вот, в надлежащем объеме хотя бы, вот, только лишь в минимальном, в котором, которым животные обычно пользуются, и многие люди, к сожалению, только этим минимумом ограничиваются, ну, чуть-чуть больше, чем, значит, животные. Это очень печально, это очень печально, и это очень, знаете ли, показывает ярко, иллюстрирует, вот, продукт отступничества, последствия грехопадения, вот, первородного греха. Библия говорит об этом, да, очень интересно, вот, в иудаизме это называется «эцерара», вот, зло и начало в человеке, вот это зло, которое в человеке, и зло очень это ярко выражается в нежелании думать своей головой, в нежелании, просто, паническом даже, панической боязни принимать решение, панической боязни думать самостоятельно, принимать решение, вот, и очень немногие люди вырываются из этого порочного круга, вот этого «эцерара», вот этого злого начала, этого первородного греха, вот, и Библия Нового Завета открывает нам тоже тайну эту, как вырываться из этого. Духовное перерождение, оно дает удивительное свойство человеку, новое мышление, это не Горбачевское, там, новое мышление, это перестройка, само слово «покаяние», оно, в общем-то, метаноия, означает новое мышление, перестройка, трансформация такая, реформация, вот, это потрясающее переживание. Еврейское слово «тшува» очень хорошо это иллюстрирует, возвращение, прийти в себя, и Шо рассказывал, Иисус говорил о блудном сыне, который возле свиного корыта, этот еврейский юноша, он настолько деградировал, он настолько упал низко, находясь в чужой стране, в чужом народе, он все промотал, ну, без копейки, он оказался на какой-то свиноферме, и возле свиного корыта, и даже свиньи кушали лучше, чем он, и он даже завидовал свиньям, вот, настолько деградировал уже он, бомж из бомжей, значит, просто дальше некуда, вот, говорят, ниже Плинтуса, он даже еще ниже умудрился, или, как вот сейчас порой там пишут в социальных сетях, думал, что достиг дна, но вдруг оттуда постучали, или пробил дно еще, выражение такое красивое тоже, да, интересно. Так вот, в притче о блудном сыне там очень ярко видно, что как вот этот блудный сын пробил дно, действительно пробил дно, и достиг, ну, бездны падения. И вот даже в таком состоянии Иешуа говорит, что он пришел в себя, тшува началась его, да, он наконец-то, этот бедолага, начал думать своей головой. О, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за этого еврейского юношу, который, наконец-таки, он начал думать своей головой, наконец-таки. И он начал думать правильно, что немаловажно. Он стал вспоминать, тшува – это вспомнить, вернуться. Не обязательно евреи, неевреи, любой нации человек, когда приходят к Богу, обычно первое переживание какое наше, мое первое переживание, я вспоминаю об этом. Давно было дело, почти 40 лет назад, но первая моя встреча, личная встреча с Господом, вот, у меня сразу, мне было 13 лет, но мысль какая была, думаю, надо же, а где я был раньше, почему я раньше не знал его, это как будто бы ты пришел в себя, как будто бы до того, что было, это как сон был, ничего себе у меня был хороший сон, но это было не по-настоящему, по-нарожку, по-нарожку, не по-правдушному. По-правдушному началось тогда, когда пережил с ним встречу, и вот это есть действительно чудо, духовное перерождение. И вот тшува, тот юноша еврейский, он пришел в себя, он стал размышлять, он встал и пошел, он не просто философствовал там, возле свиного корыта и умер с хрюшками, он встал и пошел, и он вернулся в дом отца своего. И отец, отец Авину Малкейнум Шеба Шамайим, отец наш, который на небесах, царь наш и Бог наш, благостовенно имя его, он не укорял, даже и не думал укорять. Все укоры Всевышнего, это вот здесь проблема, это здесь проблема, это не на небесах проблема, это проблема в человеке, это не у Бога проблема. У Бога одна проблема достучаться до нас, одна проблема достучаться своей любовью и сказать, я люблю тебя, одна проблема, чтобы мы приняли прощение его. О, спасибо тебе, Господь. И он обнял своего сына, это сын мой. Я рекомендую тоже послушать, кто не послушал еще, не посмотрел, мюзикл моего друга старого, пастора протестантской церкви в Риге, Алексей Ледяев. Мюзикл «Разорванная завеса», один из ранних его мюзиклов, но потрясающий. Я не как пастор уважаю его, как христианин и как проповедник уважаю очень Алексея Ледяева, но как творца, как именно творческую личность, я просто, ну, почитаю его, действительно почитаю. Как творца, как именно, значит, творческого человека, художника. И потому что в нас творческое заложено, мы творцы, действительно, в нас, в людях заложено. Просто пока человек, он не пробудился, пока он еще мертв духовно, это творческое в нем спит, оно мертво. Но когда пробуждается человек, это все пробуждается. И там слова мюзикла этого, как раз о «Разорванной завесе», что произошло 2000 лет назад в храме, и там слова такие. «Сын мой, я долго так ждал, зимы и весны, годы считал». Не помню дальше. «Я не хочу жить за завесой, я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой, и не отчим, я добрый отец. Я, Ава, отче родной, мое сердце с тобой, мой сын дорогой». Аллилуйя, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо, спасибо. А здесь еще сообщения пришли тоже от Бродского. Так, господин Бродский пишет здесь что-то. Что важнее, то верит ли Бог в человек, а не человек в Бога. Я думаю, в идеале гармонии, вот еврейская звезда, звезда Давида, два треугольника. Вера наша в Бога и вера Бога в человека. Бог верит в нас. Об этом я всегда говорю, что Бог верит в нас. Нам бы научиться этой вере. Мы всю жизнь этой вере учимся. Верить Ему так, как Он верит в нас. Его вера сумасшедшая. Его вера сверхъестественна. Его вера, она человеческому нашему уму непонимаема до конца. Это глубина. Это потрясающе. Авраам, Отец наш, там в пустыне, он прикоснулся к этой глубине. Авраам Авину, да, Отец наш, он прикоснулся к этой тайне. Это обменилось Ему в праведность. Он поверил. Это слово, которое там записано, на иврите буквально означает тайну. Он погрузился в то, что Божье. Он познал его веру. Конечно, это лишь немногое, что Он верит в нас. Но, настолько впечатлила Всевышнего Бога эта вера, это познание Авраама, что Он назван с тех пор, назван Отцом всем нам, Отцом верующих. Спасибо Господу за все. Еще здесь сообщение тоже. Я не имею в виду, что то, что вера человека в Бога ничего не значит. Я говорю о том, что вера Бога в человека тоже имеет место. О, какая мудрая притча. Надо будет почитать оригинал. Не на иврите, конечно. Но на иврите, если и было записано, как ученые говорят историки, но не сохранилось. К сожалению, к великому сожалению, а может и к счастью. Иначе бы столько еще дополнительных было бы ересей, что нам с греческим текстом, и то досталось за два тысячелетия, бардак такой. Знаете ли, если бы еще сохранился бы еврейский текст. Хотя, может быть, промысел Божий как раз и в том, чтобы сохранить в тайне этот текст. А в последние времена это будет явно. Тогда вот будет покаяние, действительно. Вы так проникновенно и очень интересно рассказываете. Мне, к сожалению, пора. Все, всего вам доброго. Часто ли вы проводите прямые трансляции? Каждое утро стараюсь проводить. В 6 утра по киевскому времени стараюсь подключаться. По мере возможностей. В 6 вечера тоже. Но пятница вечера и суббота утро больше такие шабатные включения. Во все другие дни недели более такие традиционные, обычные включения. Но читаем Слово Божье, молимся. Благоставляю вас. Не знаю, как по имени вас, но господин Бродский так назову вас. Благоставляю вас во имя Иисуса Христа. И братья и сестры, надеюсь, моя семья тоже подключилась. Надеюсь, супруга моя, дети мои, внуки мои сейчас имеют доступ к интернету. Моя очка не было такого, но надеюсь, подключились. По крайней мере, в записи смотрят. Бывает, что утром не всегда получается у них подключиться. Тогда уже в записи. Потом мне супругу пишут уже как раз, что смотрели, видели. Слава Богу. А само причастие и в харистии, которое совершается нами сегодня, это не просто даже кедуш. Поднимаем бокал. Действительно размышляем, рассуждаем о спасении. И самое великое спасибо тебе, Господь. Я благодарю тебя сейчас за всех, кто в прямом эфире. Благодарю тебя, кто не смог подключиться по каким-либо причинам. Благодарю тебя за всех, кто потом в записи будет смотреть. И прошу тебя, чтобы вот это таинство совершилось в судьбах людей, погружения в тебя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя. Спасибо тебе, Господь. Мой возлюбленный прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Они ледоди, ведоди ли Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой принадлежит мне Я в нем, он во мне Я погружаюсь в этот океан божественной любви И позволяю этому океану погружаться в меня Он погружается в меня Я познаю его любовь Он познает меня Что может быть прекрасней Что может быть восхитительней Мой возлюбленный стучица Отвори, сестра моя Время пения настало Голубица, голубица чистая Вот он идет Господь грядет Мой возлюбленный грядет Вот он идет Бог мой грядет Мой возлюбленный грядет Мой возлюбленный прекрасен Краше тысячи других Вид его подобен кедру На подножьях золотых Я принадлежу тебе, Господь Возлюбленный мой Единственный мой, неповторимый Я тебе принадлежу А ты принадлежишь мне Спасибо тебе За эту любовь Спасибо Спасибо за это счастье Спасибо За жизнь Лихаем за жизнь Поднимаем бокалы Сегодня Сегодня Совершаем Редкий душ С благодарностью Господу За все, за все За жизнь Спасибо 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 Аллилуйя Пусть Господь Благословит сегодня Нас в этом Таинстве У меня здесь Хала Вчерашняя плетенка И Рассуждаю вот о божественной любви Хлеб Хлеб и вино Плод виноградной лозы И плод Земли Хлеб И земли Самые Величественные символы Самые Великие Символы Простые Доступные Понятные Самые удивительные Хлеб Хлеб И вино Ибо так ты возлюбил мир Авину Малкейну Ава Отча Шеба Шамаин Сущий В небесах Что отдал Сына своего Единородного Свет Просвещающий Всякого Человека Приходящего В этот мир Иешуа Иисус Иса Джизус Миллионы Миллионы Людей Разных Языков Наречий Разных Культур Традиций Религий С благоговением Произносит Твое имя Господь Спаситель Спасающий Бог Спасибо тебе За все Благодарю тебя Что Два тысячелетия Тому назад Там На Голговском Кресте Свершилось Наше спасение Совершилось Исцеление Наше Завеса В храме Разорвалась Открылся Самый широкий Доступ К престолу Отца Небесного Открылся Путь В небеса Для всего Человечества Истрадавшегося Боже Всемогущий Благослови Сегодня нас В этом Хлебопреломлении Тела Крови Господних Благодарю тебя Господь За все Благослови Всех Причастников Причастниц Благослови Всех Нас Во имя Иисуса За Голгофу За кровь Я тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю За Голгофу За Голгофу За кровь Я тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Благодарю Тебя Отец Мой Бог Мой Царь Мой Благодарю Тебя Иисус Христос Спаситель Мой Господь Мой Брат Мой Царь Мой Друг Мой Благодарю О Дух Святой Ты Всегда Со мной Утешитель Мой За все Я Благодарю За все Я Тебя Люблю Я Тебя Благодарю Я Тебя Мой Бог Люблю Благословен Господь Бог Наш Возлюбивший Нас Кровью Иисуса Христа Агнца Божьего Жертвы Святой На Голковском Кресте Я Спасен Исцелен Благословлен Освящен Тобою Боже Спасибо Тебе За все Благодарю Тебя Тело Христа Аминь Кровь Иисуса Христа Аминь Примите Едите Живите Благодарю 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 Аминь 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 За жизнь Лехаем За жизнь Мира Ты отдал Свою жизнь Господь Спасибо Тебе За все Мой Спаситель Мой Друг Мой Брат Мой Царь Искупитель Мой Целитель Мой Иисус Христос Ишуа Машиах Аминь 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 Спасибо За все Спасибо Мой Бог Спасибо 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 Благодарю Что Свободу Мне Дал Что За Меня Жизнь Свою Ты Отдал О Спасибо Господь Спасибо Иисус Спасибо 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 Благодарю Исцеление Мне Дал И Свободу Мне Дал Навек Оправдал О Спасибо Иисус Спасибо Господь Мой Спасибо Аминь 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 Слава Богу Спасибо Господа За все Да Братья Сестры Благословения Вам Всем Слава Иисусу Христу Да Здесь Тоже Сообщение Еще И от Бродского Также Мне Очень Приятно Пишут Благодарю Да Я Не Крещеный Правда И Никакую Веру Не Исповедую Мне Просто Стало Любопытно Я Еще Священником Не Общался С Архиепископом Тем более Ну Вот Все Когда Мы Первое Сделаем Да Вот Пришло Время Вам И с Архиепископом Общаться Делал Это Не В Крещении И Не Исповедание Какой Веры Подсоединяются И Я люблю Атеистов Люблю Людей Которые В поиске Потому что Я сам Вообще Вырос В семье Атеистов И Поиск Для меня Он Личный Мой поиск Живого Бога Личное Мое общение С ним Оно Побуждает Меня К тому Чтобы Действительно Молиться За всех Благоставлять И Ни одного Человека Не считать Нечистым Или Как-то Еще Яна Гасп Доброго Вам Времени Суток Ну У нас Утро У вас Может быть Я не знаю Откуда Вы пишете Потому что Сейчас Да Где-то Ночь Где-то У нас Утро У нас Вот Почти Семь часов Утро В Киеве Здесь Слава Богу За все Можно Вопрос Можно Конечно Вы С Православной Церкви Да В общем То Да Православной Церкви Да Значит Я являюсь Православным Священнослужителем Уже Больше 30 лет Несу Служение Православного Церковного Служителя Вот И Да Больше 30 лет Уже Время прошло Довольно быстро Первые годы Я служил В традиционном Православии До 96 Года Был Священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата Тогда я Подобно Не практиковал Конечно Там есть Определенные Такие Очень жесткие Правила Религиозные В этой Системе Религиозной Но в каждой Системе Есть какие-то Свои Правила В какой-то Более Жесткие Какой-то Более Мягкие Да В 96 Году Я вышел По идейным Соображениям Из Русской Православной Церкви Московского Патриархата Вышел Из традиционного Православия И являюсь С тех пор Вот Реформатором Обновленцем На сегодняшний день Являюсь Архиепископом Даже Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Ваш покорный Слуга Прошу любить И жаловать Вот Благоставение Господне Все вам Дорогие друзья Благоставляю Свою семью Сейчас Супруг Детишек Да Потом Под видео Можно писать Ваши вопросы Яна Яна Да Можете писать Ваши вопросы И отвечу С удовольствием Благоставляю Вас Во имя Господне Да Благоставить Тебя Господь И сохранить Тебя Да Призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Аллилуйя Аллилуйя Благодарю Что Свободу Мне Дал Что За Меня Жизнь Свою Ты Отдал О Спасибо И Иисус Спасибо Свою Спасибо Спасибо Спасибо